Нерюнгринский район Гражданин ранее судимый, непосредственный избытчик, 36-летний гражданин также ранее судимый и 32-летняя девушка, фасовавшая наркотики. Все члены преступной группы сами являлись потребителями. В отношении их было возбуждено уголовное дело. Организатор группировки осужден и приговорен к 10 годам лежения свободы в колонии строгого режима. В отношении двух других членов банды уголовное дело рассматривается в Нерюнгринском городском суде. В Якутске два ребенка попали в больницу в результате ДТП. Накануне вечером водитель автомобиля Тойота Суксид на территории крестьянского рынка совершил наезд на 6-летнего мальчика. Привыбывшие на место дорожного происшествия врачей скорой помощи диагностировали у ребенка закрытый компрессионный перелом позвонка. Мальчик был немедленно доставлен в больницу. Как выяснилось позднее, отец пострадавшего ребенка оставил сына в машине и ушел за покупками. Мальчик, не дождавшись родителя, решил пойти с ним. Как пуля, прилетел мальчик. Маленький? Маленький, да. Взял огромную машину, за ней вот так вышел, прилетел мальчик. Я вот остановил, он прилетел, вот так стоял и потом он побежал вот так дальше. Побежал, все равно мой передний баффер чуть-чуть его толкал, она сзади вот сюда, сзади вот так сидела. И все. Я там остановился, он вышел. Хотели скорую вызывать. У него все в порядке, ничего не было, никого. Мы хотели скорую вызывать. Вот папа пришел. Папа оказывается в парке, рыдик был. Он хотел к папе побежать. Он без просмотра был просто. Ну, маленький ребенок, что поделаете. Также накануне около 10 часов вечера на пересечении улицы Лермонтова и Кеши Алексеева произошло столкновение автомобилей Nissan Wing Road и Toyota Rumeon. По предварительным данным установлено, что водитель Nissan при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю марки Toyota и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия закрытый компрессионный перелом позвоночника получил 8-летний мальчик, который в момент происшествия находился на заднем подширительском сидении автомашины Nissan Wing Road, не пристегнутый ремнем безопасности. В настоящее время по обоим фактам ДТП возбуждено проведение административного расследования. Однако уже очевидно, что в обоих случаях основная причина – беспечность родителей. Одни не пристегнули ребенка во время транспортного движения, другие оставили без присмотра в салоне автомобиля. Развратные действия в отношении несовершеннолетних. Черепчинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Черепча. По данным следствия, в сентябре 2017 года мужчина при помощи своего мобильного телефона в социальной сети под вымышленным именем направил школьницам фото непристойного содержания. При этом предлагает девочкам совершить сексуальные действия. О преступных действиях злоумышленника в правоохранительные органы сообщили родители одной из девочек. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена и он был задержан. При проверке информации, которую сообщили правоохранителям родственники девочки, следователям стало известно о наличии второй потерпевшей. При задержании обвиняемый высказывал недоумение и сетовал на чрезмерную строгость. По отношению к нему, однако с учетом тяжести совершенного преступления и санкции статьи за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде от 5 до 12 лет по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается. В очередной раз переносится дело о банкротстве Нерюнгринской птицефабрики. На этот раз слушание назначено на 20 марта. Напомню, на предыдущем заседании 9 февраля определенный арбитражного суда Республики Сахая-Якутия заседание по проверке обоснованности заявления индивидуального предпринимателя о признании открытого акционерного общества Нерюнгринская птицефабрика к несостоятельным банкротам было отложено на 27 февраля. И вот сегодня снова суд отложил судебное заседание. Между тем, заявители указывают, что общий долг Нерюнгринской птицефабрики перед ними составляет около 50 миллионов рублей. В ходе проверки участковым уполномоченным отдела полиции номер один МУ МВД России Якутская одной из сауна, расположенной в районе залога, был выявлен факт оказания интим услуг проституции. 37-летней уроженкой Киргизии, 33-летней уроженкой Омской области, 32-летней уроженкой Республики Крым и 21-летней жительницей города Якутска. В отношении данных лиц были составлены административные протоколы по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В тот же день материалы были рассмотрены в мировом суде, который привлек всех задержанных к административной ответственности. Вынесен приговор по факту резонансного убийства таксиста в городе Якутске. Напомню, что громкое преступление было совершено в мае прошлого года. В суде установлено, что подсудимые в состоянии алкогольного опьянения заказали такси. По приезду машины и осуществлению перевозки на указанный ими адрес, не желая расплачиваться за проезд, из корыстных побуждений, один из них нанес водителю такси смертельный удар ножом в шею. Тело убитого подсудимые вдвоем вытащили из машины и оставили на улице. После они, похитив все имущество жертвы, угнали его автомобиль, а позднее подожгли машину. В суде подсудимые отказались от дачи показаний. Тем не менее, государственным обвинителям были представлены суду неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность указанных лиц к совершенным преступлениям. Верховный суд Республики приговорил убийцу окончательно к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его сообщника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. На этом у меня все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok